МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Николаевич сегодня возвращается к работе в отделении. Я попросила его прийти чуть позже, чтобы я могла с вами поговорить. Он будет выполнять обязанности медбрата. Медбрат с двумя учеными степенями? И с тяжелой черепно-мозговой травмой, которая привела к амнезии. Вы действительно считаете, что профессор будет выполнять наши предписания? Ну, наверняка Андрей Николаевич будет пытаться выходить за рамки своих новых обязанностей. Но я очень надеюсь, что вы сможете удержать ситуацию под контролем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я лично попрошу его поменьше общаться с пациентами и не распространяться о том, что с ним произошло. Но я хочу, чтобы вы понимали, что вся ответственность за принятие решений полностью на вас. Латой сделайте, пожалуйста. Можно с холодным молоком. Ему, наверное, будет как-то унизительно. Он сам этого хочет, у него есть на это право. Алексей Петрович считает, что для Андрея Николаевича сейчас важно быть в привычной обстановке. Как интересно все. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Так что, Тереза, официально Андрей Николаевич теперь под твоим руководством. Понятно. Не было у бабы хлопот. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Слушайте. Я что-то пропустил. Доброе утро. Андрей Николаевич, можем поговорить в моем кабинете? Отдомри. Ребята, ребята, прошу еще одну минуту вашего внимания. Андрей Николаевич не только мой бывший начальник, но и мой лучший друг. И, ради его же блага, я прошу вас информировать меня обо всем, что он делает в больнице. Надеюсь, остыл достаточно. До сих пор не понимаю, как ты пьешь сладкий, холодный кофе. Андрей, я надеюсь, ты действительно понял, что именно входят в твои новые служебные обязанности. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет, привет. Все хорошо, мы еще в отеле. На, вот позавтракали, собираемся в аэропорт. Ага. Давай, к вечеру буду дома уже. Давай, зай, целую тебя. Паш, ты на время смотрел? Да, да. На заправке остановился ненадолго. А что-то как-то нехорошо стало. Да кому сейчас хорошо? Ты давай, работа сама себя не сделает. Слышь, можешь в больничку? Не-не. Сейчас, посижу только немного. Ну, тогда давай, давай, быстрее. Повышение температуры, рвота, озноб. А что ели за последние сутки? Паша. Пашенька, ты меня слышишь? Доктор спрашивает, что ты ел. Паш? Доктор, а что с ним? Отойдите, пожалуйста. Геннадий Иванович, оформляйте к нам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, ставить клизмы и приносить кофе. Чего-то не пьешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты же сам попросил перевести тебя в средний персонал. Угу. Все? Да, да, идти это можете. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я прошу тебя, пожалуйста. Ну, хотя бы, когда мы с тобой вдвоем, не включай строгое начальничество. Ну, ты же не такая, я тебя знаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Андрей, больше ты меня не знаешь. И спасибо, конечно, за кофе, но... Теперь я пью горячий, без сахара, без молока. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА БОРЖАНИЕ НЕВЕРУИТ Э... Мария, я спасю тебя. Да, не надо. Андрей Николаевич, я сказала. Когда-то... Или дозировку романа? Да. Андрей Николаевич. Я слушаю. Забейте назначение из процедушки. Понял. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этих на выписку? Ну, как там наш профессор Амнезия? Знаешь, слушайте меня все внимательно. Еще раз так меня назовете, будете иметь дело с Навискиным. Потому что я больше не профессор. И больше не доктор. Разве что док. А вот док мне нравится. Здравствуйте. 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 Я Нина Станиславовна, ваш лечащий врач, Роман наш ординатор. Павел. Из симптомов у вас озноб, повышение температуры, потливость, верно? Мишка, я был в командировке. Видимо, просто отравнулся в самолете. Жена запаниковала и вызвала скорую. Так что это все нормально. Я хочу выписаться. На отравление это не похоже. Вы чем занимаетесь? Я прошу прощения, вам какое дело? Может, мы еще уборщик позовем меня лечить? Охранника. Я говорю, я знаю, что со мной. Что с вами, мне скажут результаты обследования. Откройте рот. Вы можете выписаться, но учтите, что легкие проблемы часто оборачиваются тяжелыми последствиями. Андрей Николаевич, вы закончили? Вас, по-моему, искала старшая медсестра. 97. Высокий уровень айлтейбеля, рубина в крови. Анемия. Что исключаем в первую очередь? Доставка. Получите, распишитесь. Я бы исключил гепатиты. Док, скажите, я могу к вам обращаться на ты? Ну, конечно. Отлично. Я не совсем понимаю суть твоей новой роли. Когда я чего-то не понимаю, я не могу этому доверять. Ну, ты мне можешь и не доверять. Почему ты не доверяешь Павлу Лушину, пациенту? Я не доверяю не только номеру 14. Я не доверяю всем пациентам. Почему? Ты сам нас так учил, док. Так, спасибо. Не забудь подготовить номер 13 к узибрючной полости. Продолжай. Я... Я бы исключил гепатит. Откройте дверь, пожалуйста. Конечно. Спасибо, что проводили. Привет, любимый. Привет. Ну что, карета подана? Что продано? Карета подана. Следующая остановка процедурная. Ну, а как ты тут? Ну, как, нормально. Не волнуйся. Надеюсь, скоро отпустят. Лучше не торопиться. Пусть все проверит. Тебе опять какие-то письма из банка пришли. Держи. Спасибо. Молодец, что принесла. Давайте указательный пальчик. Скажите, вы вставали, ходили в туалет. Ничего необычного не почувствовали? Ну, ходил. Правда, ноги затекли. Но это обычная история. С утра всегда словно ватная. Так. Сейчас. Скажите, чувствуете вот так? А здесь? Щекотно. Здесь? Нет. Тут? Опять щекотно. Так. Я думаю, что нам стоит еще вас подержать. Какое-то время под наблюдением. А нужно понять, почему у вас были ватные ноги. Доктор, у меня ватные ноги, потому что мне скорость 70. Сатурация 97, пульс 90. Ну что, поехали? Знаешь, здесь наверняка есть отдельная платная палата. Мне сейчас все узнают. Солнышко, не надо. Я узнаю. Солнышко, послушай. Не надо. Ну, пошел. Я здесь задерживаться не собираюсь. Паш, помогите. Ну, что с ним? Потерю сознания могло спровоцировать низкое давление. Вот результаты его анализов. Осторожно, не дрова везешь. Острое повреждение печени, но вирусные гепатиты не подтвердились. В аэропорту мог перебрать с алкоголем. Утром выпил энергетикой. Это могло дать осложнение на печи. Какое печенье? На обед макароны с печенью. Сделайте биопсию. Биопсия печени? Нет, это очень травматично. Мы ничего не найдем, я буду отдуваться. Может, это неоплазия или еще что-то. Сделайте ему КТ всего организма, а биопсия будет следующим шагом. Что стоишь, слышал? Работай, барашек. Да-да. Обед! Кто у меня тут, мальчики? О, Ольга Александровна приехала. У меня плов тут. На, бери, покушай. Спасибо. Так, ну что, тоже? Ага, спасибо. Пожалуйста. Приятного аппетита, мадемуазель. Лазарев, да ты неисправим. Ой, Зорин, это ты неисправима. Давай, садись с доком, я не обижусь. Вот ты-то мне и нужна. Могу присесть? Можешь. Надо серьезно поговорить. А я слышала, ты нашел себе собеседников среди пациентов. Я понял, что стукачество в моем отделении, это тоже мое нововведение. Я, конечно, могу не разговаривать с пациентами, но кто-то должен. Ты знаешь, как врачи разговаривают с ними? Да, так, как ты от них требовал. Ланя, ну неужели ты ничего не замечаешь? Андрей, пожалуйста, мне вот сейчас не до этого. Конечно, ты подрезал в своей бумажной работе, не хочешь ничего видеть. Давай поужинаем вместе. Нет, пожалуйста, не подводи меня. Соблюдай те правила, о которых мы договорились. Соблюдай те правила, о которых мы договорились. Соблюдай те правила, о которых мы договорились. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Привет, котенок. Привет, пап. Как дела? Ты где сейчас? Дома. Ну, дома. В общаге? Ну, да. А ну-ка, диктуй адрес. Диктуй, сейчас город пустой. Домчусь за 20 минут. С хомячим где-нибудь по бургеру. Слушай, у меня скоро зачет по анатомии. Я не голодна, поэтому давай как-нибудь потом. Ага. Ну, хорошо, давай когда сдашь экзамен, конечно. Слушай, вопрос, конечно, не по адресу. Скажи мне, пожалуйста, у меня был роман? Какой-нибудь? Я не знаю. Ну, ты бы вряд ли мне стал об этом рассказывать. Ладно, пап, извини мне, правда, нужно готовить. Пока. Мурзаков, расслабься. 15 минут до начала рабочего дня. 15 минут свободы. Да, да, сейчас, сейчас. Которую мы проведем в ожидании лифта. Тихо, Чарли, тихо. Мне буквально на три минуты выписку забрать. Вы что, с ума сошли? Собака сюда. Пожалуйста, покиньте помещение. Мне только выписку забрать. Да ладно тебе, никто не заметит. Три минуты. Мне охрану позвать? Это медицинское учреждение. Покиньте помещение. Подождите. Давайте в уме, и я подожду на улице. Ой, спасибо вам большое. Только не задерживайтесь, у меня всего 15 минут. Пойдем. Ты дурак. Идем. Что? Черт. Привет. Привет. Это зачем? Ну, чтобы пациентов не путать. И чтобы сотрудники привыкали. Игорь, у нас с тобой сейчас совершенно другие проблемы. Какие? Я только что с консилиума по обстоятельствам смерти Степанова. Так как пациент умер из-за побочки, вызванной сатаналом, мы вынуждены приостановить исследование. Ну, во-первых, препарат здесь ни при чем. Это ошибочное назначение Краснова. И тем не менее, тебе надо притормозить. Это просто невозможно. Ты понимаешь, какие деньги вложила компания? Очнись, Игорь. Умер пациент. После всех проверок можно будет возобновить исследование. Доктор, это что, очень серьезно? Спасибо. И меня может парализовать? Нет, вас не парализуют. У вас синдром Гиена Борре. Что это такое? Это осложнение после гриппа, которое может вызвать прогрессирующий паралич, но это излечимо, если вовремя обнаружить. Так что через пару дней вы вернетесь домой. Спасибо. Видишь, слава богу, все обошлось. Спасибо вам, доктор. Скажите, а вас чешется или беспокоит что-то другое? Это? Да я просто ногу отлежал. Ой, Господи. Чего? Я уже проверял чувствительность в его конечностях, но я подумал, что это... Нам нужно сделать ММРТ. Найдешь окошко? Да, постараюсь. Угу. Мария, можете сформулировать диагноз? А, привет. Решила к нам перевестись? Да. У вас тут девушки красивые. Машенька, так что там у нас по диагнозу? Ты осторожнее. У нас тут есть полиция нравов. Еще на харассменте тебя поймает. Яна, существует правило. И в отличие от некоторых, я на Вицкому не стучу. Воу, тише, ребята. У вас тут прям такие страсти. А ты что, правда стучишь? Давайте вернемся к пациенту. Восходящий паралич гиенобаре начинается с ног. Переходят на туловище и руки. А у Виктора Ивановича, то есть пациента номер 19, руки анемели, а одной ногой он все еще может двигать. Значит, в диагнозе была допущена ошибка. Только я не знаю, что это. Ну, это мы узнаем на МРТ. Я почти уверен, что у него опухоль головного мозга. Машенька, ну не берите так все близко к сердцу. Это мешает работе. Валерий Стоиславович, а вам не пора к себе в отделении? Вас там Зорина уже 20 минут дожидается. Что с ней? Первый день муха укусила. Собака. Ну, Краснов цепляется за отношения с бывшей женой, потому что он их помнит. А куда ему еще деваться? Ты войди в его положение. Да мне и в моем, знаешь, не сладко. И не ведая того, он продолжает тебя мучить. В смысле продолжает? Ну, я имел в виду, он мучает тебя. Может быть, это то, чего я хочу больше всего. Сейчас сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. И, ко всему прочему, легочное кровотечение. Я назначила ему переливание крови. Привет. Разве у тебя не выходной? Выходной. А что случилось, почему ты здесь? Я имею право провести свой выходной, где хочу. Хочу его провести на работе совершенно безвозмездно. А доктор жжет сегодня. Давайте вернемся к пациенту. Давайте. Ну, я бы сделал повторное КТ. Он так сильно кашлял, что все смазанное. А я бы попытался выяснить, что скрывает Павел Мушин. Да ты вообще предлагал мне биопсию ему сделать. Если бы я тебя послушал, он бы во время процедуры просто истек кровью. Мы бы потеряли пациента. Док, 14-го нужно доставить на переливание. Там с ним и поговоришь. Понял. Заткнулся. Ты почему с ним так разговариваешь? Потому что считаю, что все это цирк с конями. Кому нужен эксперимент с профессором-медбратом? А я считаю, что тебе надо заняться своим пациентом. Воу-воу-воу. Так, тихо, девочки, не ссорьтесь. Давайте сначала спасем 14-го пациента, а уже потом устроим дуэль в грязи в купальниках. Правильно говорю, Роман? Простите. Поняли, что со мной? Вы часами сказали, что отравились в самолете. Вы обназначили процедуру. Сейчас поедем. Ладно, я был идиотом. Извините. Скажите, как есть. Я умираю? Диагноз точно не поставлен. Состояние ваше стабилизировалось. Сегодня уж точно не умрете. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 А что вы делаете? Павел, я хочу быть с вами предельно откровен. Это сейчас я медбрат. Раньше я был заведующим этого отделения. Потом получил пулю в голову, частично потерял память. Забыл последние 9 лет своей жизни. А зачем вы мне все это рассказываете? Чтобы понять человека, нужно узнать про него правду. Я задал вам вопрос на обходе, потому что хотел помочь своим бывшим подчиненным. Теперь ваша очередь. Я не смогу вам помочь, если вы мне не расскажете, что вы скрываете. Вы сказали, что у вас фирма своя. Вы прилетели из деловой поездки. Угу. Из деловой. Пруд под Приозерском от дерьма очищал. Я простой парень из провинции. Здесь был против нашей свадьбы с Мартой. Считал, что я недостоин. Ну, в общем, оказался прав. Вашина обидела взять суда у него для открытия собственного дела. Вначале все шло неплохо. Но мне хотелось как-то быстрее раскрутиться. Доказать, что я тоже что-то стою. Короче, писался в одну авантюру. Ну и прогорел. Решил взять мини-кредит под бешеные проценты. Взял второй, потом третий. Сейчас дошло до того, что один заем другим закрываю. Хотел машину продать, но что я Марте скажу? Это же подарок ее отца нам на свадьбу. Сейчас берусь за любую подработку, чтобы обязательные платежи погасить. А почему вы не хотите Марте все рассказать? Чтобы доказать, что ее отец был прав. Она привела к другой жизни. Она меня бросит. Нельзя дать все наперед. Тем более, если она вас. По-настоящему любит. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть пара минут? Даже десять. Марта. Привет. Привет. Слушай, мне нужно кое-что сказать. Подожди. Я только что поговорила с заведующим, и он сказал, что ему почти удалось поставить тебе диагноз. Марта, я хочу тебе кое-что сказать. Паша. Паша. Помогите. Он сознание потерял снова. Он хотел что-то сказать, и вдруг... лептоспироз. Это объясняет все симптомы. А где она его подцепила? Этого нет в истории болезни. Этого нет в истории болезни, потому что пациент утаил от нас информацию. А вы как догадались? Благодаря личным отношениям, которые Андрей Николаевич установил с пациентом. Это сыграло решающую роль в постановке диагноза. Лучше заразился, очищай пруд. Результаты анализов еще не готовы, но я предлагаю уже сейчас начать терапию антибиотиками, чтобы не было слишком поздно. Работайте. Спасибо за доверие, шеф. Тебе просто сегодня повезло. И, пожалуйста, больше не звони мне там. Ну-ка, 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 ну-ка. Печенье. Вот это то, что мне не хватало к чаю. Здравствуйте. Нам пора на обследование. Какое еще обследование? Сима. Подожди, уже выяснили, что с тобой? Синдром этого, как его... Гиена Борре. Да. Обследование необходимо, чтобы подтвердить диагноз. Сима, все, я буду держаться. Сима, я вернусь. Будем пить чай с твоим печеньем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. День, Марат Рустамович. Да. На, это тебе на ночь, чтобы не голодал. Тараса Степановна, спасибо. Слушай, у диагностики 5 систем полетело. Просили передать. Это результат МРТ-19. А, да-да-да. Ладно, я побежала. До завтра. Пока. Сегодня еле прогнала кота с твоей подушки. Скучает. А ты говорил, он тебя не любит. Когда ты здесь, мне кажется, что все в порядке. Ну, а где печенье? Ой. Ян, ты что так взъелась на меня из-за этой собаки? Терпеть не могу, зануд. Ну, мы работаем не в ночном клубе. Есть правило. Правило? Да. У тебя после 21-го посетитель в палате у 19-го. Это нормально? Точь-в-точь. Как то, которым ты меня тогда угостила. Когда? В 80-м. Во время Олимпиады. Помнишь, Москва такая красивая, праздничная. У нас было вино. У вас вот это печенье. Помнишь? Конечно, помню, ведешь. Добрый вечер. Добрый вечер, доктор. Доктор, можно моей жене еще ненадолго остаться здесь? Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо, я попрошу сестру, она постелит вам соседние койки. Спасибо. Я сам прослежу, чтобы до восьми утра в палату никого не клали. Спасибо. 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 Спасибо, оттуда. Спасибо. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пап, можно я первая? Нет, я старшая, значит, я первая. Так нечестно, папа, скажи. Так, ну-ка, не ссориться. Давайте вместе, только аккуратно. Я первая. Ну как? Классно, супер. Давай, кто выше. Давай. Простите, вы? Ой, простите, я, наверное, ошибся адресом. Андрей! Действительно, ошибся. Андрей, постой. Андрей! Мне очень жаль. Надо было сразу тебе все рассказать. Просто я хотела подождать, пока... А чего ждать-то? Мы и так потеряли кучу времени, наделали много ошибок. Слушай, я не помню, почему мы не смогли пережить эту беду, но я помню, что мы были счастливой семьей. Мы должны были остаться вместе, несмотря ни на что. Поверь, я пыталась. Андрей, может быть, ты этого не помнишь, но... Это правда, ты все разрушил. Я могу все исправить? Нет. Ты опоздал с этим на 9 лет. Я не могу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Андрей, ты? Здорово, Геннадий Иванович. Здорово. Присаживайся. Спасибо, я пешком стою. А ты чего здесь? А где еще? Ну, где-где? У меня в отделении подежуриваешь. Разделать нечего. Давай, пошли. Держи сосучку. Пошли, пошли. Витюша. Витю. Витюша, ну, ведь ты же не можешь просто так уйти. Нет, конечно, нет. Иди ко мне. Помнишь, ты пела про пароход? Спой. Серьезно? Спой. До меня надвигается по реке битый лед. На реке навигация, на реке ледоход. Пароход белый-беленький, красный дым над трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Витя. Иди ко мне. Витя. Пароход белый-беленький, красный дым над трубой. Компания, да? Да? По преподаванию, да? По палубе бегали. Компания. Никто. Серьезно. Пароход белый-беленький, красный дым над трубой. и с тобой. Витя. О, тем большой дым над трубой. Компанияrice. Ты печаль мою, папа, раскалю по плечам. Пациент у Павла Лушину становится хуже. Эти биотики не помогли, и, возможно, это не лептоспироз. Доволен? Теперь тебе понятно, что все это не игрушки. То, что у тебя проблемы с головой, это тебя не оправдывает. Я буду вынужден сообщить о твоих нарушениях. Теперь вы. Почему вы решили, что в палате может оставаться кто-то посороним? Это было важно. Важно, простите, что? Превратить отделение в ночлежку? Пациент и его супруга пожилые люди. Это была их последняя ночь. Утром он скончался. Вот это и напишите, вы объясните мне. Хорошо. Занеси данные в систему. Ваш. МРТ показалось, что у нее была глиобластома ствола головного мозга в последней стадии. Так что... Значит, остановка дыхания была лишь вопросом времени. К сожалению, да. Единственное, что можно было сделать в этой ситуации, это проявить человечность. Что ты и сделал. Молодец. Док, раньше ты выгонял за человечность. Я этого не помню. А как же правила? Правила-правила брось. Я пытался, Леш, начать все заново. Когда что-то ни черта не выходит. Диагноз неправильно поставил. Амнезия может стать для тебя вторым шансом. Тебе не обязательно оставаться врачом. А кем? А кем мне быть? Я хочу быть врачом. Андрей! Андрей! Пришли результаты анализов. Лептоспироз подтвердился. И антибиотики начали действовать. Ты был прав. Значит, у меня не все потеряно? Спасибо вам. Вы спасли жизнь моему мужу. Я смотрю, вы не очень-то и рады. Он обманывал меня. Может, он просто боялся вас потерять? Ну, я же с ним не из-за денег. Он тоже не хотел, чтобы вы думали, что он женился по расчету. Папа всегда говорил мне, что... Что обман нельзя прощать. Ты же мог быть с любым человеком. Я попросил все, что угодно. Во всяком случае, я попытался его понять. Спасибо, доктор. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Привет. Привет. Хотел поговорить. Вчера около дома... Андрей, сейчас не время и не место. Игорь мне рассказал о пациенте с лептоспирозом. Да, тебе повезло, но ведь могло же быть иначе. Ты сам-то понимаешь, что поступаешь неправильно? Ты при чем здесь я-то? Я не... Я не хотел поговорить о нас. А ты считаешь, что ты сама поступила, правда? А что я должна была сделать? Ты предложил расстаться. Ты подал на развод. Я просто хотела жить дальше. Быть счастливой. Ань, подожди, я прошу. Андрей, не время и не место. Ань. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты поговорил с Анной? Еще нет, но поговорил. Когда? Дожидаешься, пока Краснов все не вспомнит? Он не вспомнит. Давай рассматривать наихудший вариант. А потом вспомнил. Что дальше? Я не знаю. А кто знает, Игорь? Не я же на кнопочке нажимала. Объяснительно еще это тоже мне писатель. Им даже вспоминать ничего не надо. Ну, думай, куда он ее спрятал. Я думаю. Ну, если бы ты мог думать, Игорь, мы бы не были в такой заднице. Все, готово. Может, тебе лучше поваром пойти? Ну, какое из тебя завт в отделении? Ладно. Без твоей объяснительной все равно никто ничего не докажет. Где-то она лежит. Где-то лежит, я не знаю где. Я все обыскал. Ну, не все. Не все. Он мог ее кому-то отдать. И этот кто-то даже не знает, что... Как зовут эту вашу, с которой он спал в последнее время? Зорина? Вот у нее и надо искать. Пока она сама не нашла. Как я буду не искать? Где? Может, все-таки поваром? Может быть, лучше и поваром. Только повар Игорек. Мне нахрен не нужен. Филипп, иди есть. Пап, вы с мамой поссорились? Ну, мы просто поговорили. Садись, ешь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Привет. Повторяйте. Яичницу будешь? Нет, спасибо. Кофе? Кофе давай. Андрюх, обмениться хотел. Опять перепрощил. Да ничего, бывает. Слушай, я не давал тебе клинической рекомендации по полимонологии? Я просто пациента не знаю. Не знаю. Вроде нет. Пойдем посмотрим документы. Давай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, Катя звонит. Алло, да, Катя. Глянь вон там, на столе. Давай. Привет, привет, котенок, привет. Да, звонил. Звонил, хотел узнать, как дела. Может, посидеть, не, ничего, кофе выпить. Серьезно. Хорошо, звонить так захочется встретить. Давай, пока. Ну, что? Нет, нету. Надо ординат распосмотреть. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok А вон туда мы поставим камин. Мне нравится. И мне. Какие милые. Куда же мне их поставить? Вот сюда. Если ты не остановишься с тратами, а мы до конца жизни не расплатимся по кредитам. Расплатимся. Потому что мы будем жить добрым и счастливым. Аня, привет. Привет. Как ты? У меня проверки, проверки, проверки. Такое ощущение, что на меня получились все. Сделаешь мне кофе? Черный, без сахара. Хотя, знаешь, давай с холодным молоком и сладкий. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok